Итак, мы сегодня говорим о мифах. И в студии у меня совершенно замечательные, я бы сказала, подвижницы, наверное. Ну, судите сами. В студии Наталья Борисовна Чех, директор Института продвижения мероприятий культуры. Ну, вдумайтесь, продвижение мероприятий культуры. Более нерентабельного, но более благородного дела, наверное, не придумать. И сколько я знаю Наталью, столько она и вот несет этот крест просвещения. Мало того, она куратор образовательной программы культурные исследования. А должность куратора, звание куратора, миссия куратора, это вообще некая особая миссия, потому что это идеолог. Ну, на самом деле, это идеолог вот этой культурной миссии в нашем городе. Вот Наташа Чех. И благодаря Наташе в этой студии у меня побывали замечательные совершенно люди, ну, только имена, да? Марк Найдерф, Анна Мисюк, Эдуард Иванович Мартынюк. И вот сегодня у меня тоже замечательные гости. Автор курса. Кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии, искусствоведения и философии культуры Одесского национального политехнического университета. Елена Эдуардовна Никитченко. И говорить мы будем сегодня о мифе. Я начну с Натальи. Наталья, почему вдруг возникла эта тема? Как куратор? Вы почему выбрали эту тему? Я думаю, что миф лежит, как одна из первых форм культуры, лежит в основе человеческой культуры и впоследствии цивилизации. И все мы каждый день встречаемся в своей жизни с бытовым мифом, с мифом в искусстве, мифом в политике. И мне показалось, что нашим слушателям потенциальным будет интересно разобраться в истоках этого явления. Поэтому в этом сезоне, этой весной, мы говорим об аналитике мифа. Аналитика мифа. Звучит немножко, мне не очень понравилось слово аналитика и миф, потому что, хотя, в общем, аналитика это искусство анализа, но тем не менее. Елена, можно я буду так к вам обращаться? Давайте с вами, наверное, растолкуем, что такое миф на самом деле. Потому что это не пересказанная легенда и не россказни соседа о чем-то, то, что было в прошлом. Что же такое миф? Ну, можно сказать, что миф представляет собой одновременно, его считают началом, первоначальной формой мировоззрения человечества в целом. Мифом считается вообще первой из двух возможных форм мышления человека. Ну и миф, собственно говоря, почему вы и сразу вспомнили аналогии с легендами, сказками и остальными видами творчества. Миф — это совершенно особенная конструкция, которая создается человеческим сознанием, в котором вы, в общем-то, если вы не примените именно аналитику, вы никогда не узнаете, что же в этом мифе было на самом деле, было ли оно и почему оно зафиксировалось в нашем мышлении и памяти именно в том виде, в котором мы продолжаем воспроизводить. Почему мы так любим мифы? Ой, мы их не то чтобы любим. Это, знаете, я бы это сравнила с любовью любого человека к своим родителям, которые входят вместе с рождением в этот мир. Так и человечество, придя в этот мир, рождается в этом мире, оно всегда рождается в картине мира. И первичная всегда картина мира, она, конечно, исключительно мифологична. Даже если ребёнок родился в нашу суперцифровую эпоху, первая форма, в которой он познаёт мир, это, конечно, всё равно мифическая и мифологическая, пускай будет хорошо, а не мифическая. Потому что мифическая она может быть только на том уровне исторического развития общества, когда кроме мифа ничего не было. А мы уже, в общем-то, большинство известных нам социальных человеческих сообществ уже из этого состояния вышли. Но каждый из нас в детстве повторяет весь тот путь, и биологический, и социальный. Поэтому всё равно человек начинает свою жизнь с мифологической картины. Но у современного человека есть возможность проанализировать миф, потому что современный человек представляет собой не мифологический способ мышления, а ещё ему присущ логический способ мышления. Поэтому курс называется именно «Аналитика мифа». Потому что мифологический мыслящий человек с помощью мифа, он не знает, что он думает мифами. А вот с точки зрения анализа, логики, мы это понимаем, мы это можем объяснить, использовать миф, когда он нам во благо, и преодолевать те мифы, которые, мы считаем, не идут на пользу человеку, например, не способствуют прогрессу. Хотя некоторые могут сказать, что сам прогресс — это определённый миф. Я только хотела сказать, что же называемый всё-таки миф. Хорошо. Понятие миф носит, так скажем, метафорический характер. И иногда говорят, что миф — это вымысел. Но есть такие вымыслы, такие мифы, как миф-город. Вот Одесса — это тоже своеобразный миф. Можно я скажу свой любимый срам или сразу миф, который все, конечно, знают? Но идеально, который в данном случае ложится под конструкцию, которую мы сейчас воспроизводим, то, что Одесса — это улыбка Бога. Ну, это сказал Георгий Андреевич Голубенко, за что ему низкие поклоны, светлая память. Правильно. В том-то и дело, как высказывание конкретного человека, которого мы можем даже в студии сейчас представить себе, да, познакомиться. Он даже свет дал этому городу, он сказал, что Одесса — рыжий город. Конечно, но ведь никто с этим не спорит. Как можно поспорить, что это не улыбка, тем более, что это улыбка Бога? Это с этим невозможно поспорить, знаете? Это вот, если бы он выдвинул там тезис Одессы — лучший город на земле, мы бы сказали, ну, послушай, ну, лучше, прямо-таки лучше. Ну, хорошая Одесса, наш город-то все равно лучше, да? Тут можно спорить. А улыбка Бога, ты говоришь, что спорить? Это же Одесса. А как родился миф об Одессе? Как родился и как мы дошли до улыбки Бога? Ну, во-первых, он же не один миф об Одессе, да, а просто я думаю, что здесь прекрасно... Из чего соткан тогда? Как по мне, прекрасно начало само, конечно, название города — Одесса, который тут же вернул его к истокам, к тем исконным человеческим поселениям, с которым начиналось освоение этой территории. Это, конечно, колонии древнегреческие. И вот само Одесса, Одиссей, да, все хоть сколько-нибудь знакомы с мифами, легендами Древней Греции, понимают, что, ну как, город, который носит изначально названия, связанные с мифом, с мифологией, как это у него не будет мифа? Как о нем рассказывают, как об обычном городе? И поэтому у Одессы в разное время рождались разные мифы об этом городе. Какие-то, может быть, нравятся, которые какие-то, может, не нравятся, потому что миф как раз, он может быть, восприниматься полностью, да, либо полностью отторгаться человеком, потому что миф затрагивает нелогическую область, как вы уже... Мы все поняли, это эмоционально, в большей степени эмоциональное восприятие. И складывался он, конечно, его многоцветие, этих мифов, обусловлено многоцветием тех людей, которые этот город создавали. Причем, что мне нравится в городе Одесса, его создавали совершенно гениальные люди в том, что они были преданы своему делу, они были профессионалами, они нашли тех, кто хотели с ними вместе строить, что немаловажно, да, вот это менеджеры высшего звена, как говорят, в современности. И муж Гарико Голубенко принадлежит фраза «Этот город построили итальянцы, французы, греки». «Дабы здесь жили русские, украинцы, евреи и так далее». Я рада тому, что здесь пока что могут жить все вышеперечисленные, и Одесса как была, так и осталась открытым городом. Это не может не радовать. И это создает не только миф, да, это и поэтика города. Одесса город космополитичный, он до сих пор открыт. И это не миф. Да, и это не миф, да, каждый человек, который приезжает. Я не могу сказать, что прямо люди могут сказать, что всех Одесса встречают одинаково, но все восхищены просто, все равно. Вот знаете, это называется, она не может оставить безразличным. Когда-то здесь была Анна Мисюк, и она сказала, что феномен Одессы именно в том, что он создавался империей, как очередной проект город-порт, а на самом деле получился, вот благодаря этим менеджерам высшего звена, он получился город-новация. И вот сюда стали стекаться вот эти вот люди, которые приняли эту форму существования. И вот из этого и сложился, в общем-то, первое мифическое дуновение, так сказать. А вы знаете, наверное, потому что эти менеджеры высшего звена, и Двалан, и Дарибас, они были в первую очередь гуманистами. И они создавали не столько город-порт для империи, они создавали город для людей. И, наверное, поэтому в какой-то степени Одесса навсегда осталась в легкой оппозиции тем властям, которые так или иначе могли что-то говорить об Одессе, удивляясь, почему там не такой спланированный нами город-порт, который мы себе там представляли, как несомненная часть империи. Одесса осталась городом тех, кто ее строит, и кто в ней живет. Да, и тот, кто в ней живет. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, вот вы сейчас будете проводить, вы уже начали, да? Да, у нас было первое занятие. Первое занятие, цикл лекций. Пришли люди, кто приходит на эти лекции. Вот вы сами, как определяется этот контингент людей? То есть это люди, которые хотят образовываться, это любознательные, это студенты. Кто? Кто эти люди, которые приходят и каждый вторник, кстати, это просто сразу для тех, кто заинтересовался. Каждый вторник с 19 до 21 на Екатериненской 77. Это есть там такой магазинчик книгарня-ковярня. Вход через этот магазин. Вот можно послушать лекции Елены. Вот сейчас этот проект идет, разговор идет о Миха. Так вот, кто люди, которые первые пришли 5 числа, теперь следующий вторник? Несколько слов о нашей аудитории. У нас довольно камерные проекты. По какой причине? Потому что мы проводим образовательные программы академического характера. То есть они рассчитаны на системное изучение какого-то материала. И, конечно, не у всех хватает времени, сил. У кого-то, наверное, может быть, не хватает финансов для того, чтобы пройти этот путь от начала и до конца. Поэтому, в принципе, группы у нас небольшие. Но по структуре своей аудитория наша такова. Это, как правило, люди с высшим образованием. Часть аудитории — это преподаватели из областей, которые смежны с тем курсом, который у нас читается. То есть это люди, которые хотят получить специальные навыки, специальные знания, которых у них на сей момент не хватает. Вот, например, в нашем наборе на этот курс есть такие специалисты. Это специалист-филолог, преподаватель, экономист, психолог. Это художник-декоратор. Кого я еще не назвала, Лена? Помните? Ну, выпускники философского факультета тоже, которые развивают свои идеи. Да, у которых, возможно, не было этого специального курса, потому что это специальный курс, который считается студентом-культурологом в Национальном политехническом университете, где Елена преподает. Поэтому аудитория вот такая. Это явно представители гуманитарной сферы, которые пришли получить ответы на свои вопросы, связанные с профессиональной деятельностью. Но что касается других курсов, то действительно аудитория разнообразная бывает. Бывает, и к нам заходят, и очень молодые слушатели. Чем вас радует, наверное, необычайно, да? Всегда есть на каждом курсе как минимум один-два студента, которые, посещая основные занятия в университетах, приходят получить какое-то дополнительное знание. И очень любимая нами аудитория — это пенсионеры, которые тоже, как правило, есть один-два человека в каждом наборе. И мы рады будем видеть и среди слушателей курса, потому что набор продолжается, вы можете к нам присоединиться. Этот курс рассчитан, состоит из 14 лекций, но мы уже стартовали, поэтому у нас впереди целых 13 лекций. Можете себе представить, сколько прекрасных встреч нас еще ожидает. Поэтому я приглашаю всех желающих присоединиться к нам, и студентов, и взрослых людей. Как это не делать теперь, Наташа? Расскажите, как это сделать. Может быть, номер телефона вы скажете, по которому можно позвонить, записаться? Я думаю, что проще, наверное, будет найти информацию в сети интернет. Курс наш называется «Аналитика мифа». И вы по этим названиям сможете выйти на сайт нашей организации Института продвижения мероприятий и культуры. Есть мероприятие на Facebook, и там есть регистрационная форма, через которую можно к нам попасть. Ну и на всякий случай замечательный магазин на Екатерининской, 77, где вы можете выпить чашечку кофе и узнать тоже всю информацию. У нас есть время, и я поэтому хочу немножечко для тех, кто не придет на ваш курс. Так вот, миф начинается с человека или человек начинается с мифа? Ну, с моей точки зрения, конечно, это одновременный процесс, потому что мифа не существует без человека, без человеческого общества, без человеческого сознания. Но просто когда мы, как буду учить, например, даже археологами, этнографами, антропологами пытаемся найти человека, то мы уже фактически в местах, где мы находим их факты пребывания, уже по тем следам, которые они оставляют, мы с помощью аналитики мифа можем понять, как они жили, как они представляли себе окружающую действительность, и как они смогли выйти за пределы мифа. И что мы можем получить, понимая миф как основу нашего современного мировоззрения, современного способа понимания мира, это все идет через понимание первичного способа освоения действительности. Что бы мы ни изучали, различные культуры, столкновения Восток-Запад, их взаимодействие, основа же будет все равно одна — миф о мышлении и как разные народы выходили из мифа мышления, как они выходили из одного мифа и могли переходить в другой миф, как они могли сочетать религию, науку, философию и опять же свое миф о мышлении, которое никуда не исчезает. И современный человек, я вам просто так скажу, что, конечно же, миф остается с нами в нашем мышлении, но в отличие от первобытного человека, у нас есть возможность выйти за пределы мифа. Когда мы занимаемся научной деятельностью, познавательной, философской деятельностью, нам это нужно обязательно. Если человек напрямую не связан с проблемами познания действительности, то он может довольно спокойно пребывать в мифе до тех пор, пока нужны ему цели, которые он себе представит, пока миф не будет мешать этим целям. Вообще человечество почему вышло из мифа? Потому что цели, которые возникали перед человечеством, они не могли быть достигнуты с помощью тех мифов, которые у них были. И так рождались… И нужно было ждать новые… Да, конечно, рождался новый тип мышления, который позволял представлять эту цель, правильно ее достигать, не с помощью неких ритуальных действий, а действий непосредственно на правильное достижение результата. И мы теперь можем похвастаться не просто мифом, а то, что вышло, конечно, из мифа, преодолев его в определенном смысле, но не потеряв при этом, кстати. Но миф – это всегда некий текст, потому что миф – это текст, это основа. Мне очень нравится у Шеринга миф как поэзия. И мало того, миф Одессы, возвращаясь к этой теме, он основан потом тоже на поэтических каких-то. Нам оставил Туманский, Одесса как некая… Вот у Туманского… То есть это некая страна новая. Потом добавляется Пушкин, который уже говорит о городе, который быстро развивается, и что-то с ним происходит. То есть текст, поэзия – вот они тоже составляющие мифологии. Дело в том, что… Вот в том-то и дело, что мир всегда живет своей жизнью, и фактически, да, можно в каком-то контексте сказать, что миф – это текст, но это и не текст, потому что в настоящее время доминирование… А на чем основывается? Я скажу, скажу. То время, когда миф полноценно занимает всю картину мира человека, есть эта картина, нет никаких текстов, да, потому что нет письменности, нет текста, который ты фиксируешь. Но, понимаете, вот опять же, для того, чтобы понять, о чем мы говорим, вот как воспринимает мир ребенок? Конечно, он вам может что-то рассказать, но вы же не скажете ему… А теперь вот скажи мне вот текстом, почему ты… Вот как получилось, что чашка разбита? Вот только текстом, пожалуйста. Что отвечает ребенок? Она сама. Или ничего не объясняет. Я не хотел. То есть вы так, как взрослый человек, понимаете, что фраза «не хотел» означает, что он что-то с ней сделал, а в результате она разбилась, да? Но ребенку у него и возможности еще пока нет, да, так сформулировать, чтобы объяснить, что произошло. Но вы-то понимаете, что произошло примерно, да? Потому что результат видите. Но вы уже от него никогда не узнаете, что на самом деле случилось. Потому что он эмоционально просто вам дает этот вопрос. Он не хотел, и она сама. Все, это миф. Ну, а что мама должна сказать? Ну, да, сама, значит, сама. Все. Мама улыбается. Да. Ну, да. Даже если чашка любимая, да, улыбаемся. Хорошо. У вас есть... Вот сможет ли общество или каждый из нас рассказать о себе, не используя миф и не создавая свой? Вот есть такая... Я думаю, что поскольку... Говоря о ребенке, а поэтому у меня и возникло это. Да, да. Из нашей жизни полностью удалить его мифологическую составляющую и собственные мифы самостоятельно человек вообще вряд ли может, конечно. Для этого существует ряд специалистов, которые могут проанализировать в определенном смысле человеческое представление о мире конкретного человека, и сказать там, я вижу твои мифы, где они, да? Потому что, ну, чем хороший мир? Ты в нем, и ты не видишь, что ты в нем. Это можешь только увидеть с помощью специальной процедуры, мыслительной рефлексы, которая называется, выйти за пределы, выйти, увидеть себя как объект. Это сложно, конечно, да? Ну, возможно. Но, тем не менее, вы понимаете, миф же возникает как обязательная фактически составляющая человеческого мышления и восприятия, поэтому она будет себя воспроизводить. Вопрос в том, в каких формах. И обязательно у каждого человека найдется сфера, где его представление о мире находится в рамках мифологической картины, мифического чего-то мифического. Ну, а какие именно это бывают сферы жизни? Конечно, это наиболее те, которые эмоционально человека волнуют, да? Там те же мифы о любви, например. Сейчас вы разобьете все. Я могу, я могу. Да, я чувствую. Я поэтому вас... Я чувствую. Не, ну, знаете, эта фраза «Любовь спасет мир». Да. Спасет. Главное верить и помогать еще желательно, да? Потому что, когда миф, он вот так красивый, он ведет, что вот красота, а он дает вектор направленности. Ну, по крайней мере... Но этот миф уже базируется на каком представлении, что вообще мир-то спасать надо? А вот миф это говорит... Вы слышали вторую часть, да? Что его надо спасать. Его надо спасать. А вот философия, он скажет, слушайте, оставьте мир в покое, хотя бы вы, да? Может, вы не будете его спасать? Может быть, он так вот, если его не спасать, то будет намного лучше? Ну, мифологическая картина этого не может решить. Она знает ответ всегда, да или нет, черное или белое. Никаких тебе там размышлений правильно-неправильно, какие-то там сравнения. Вот почему мы любим мифы. Вот теперь я поняла. Вот именно поэтому мы любим мифы, потому что там хотя бы хоть как-то понятно. И изначально было понятно. Вот Бог, вот герой, вот подвиг, вот иносказательность, которую мы еще и трактуем так, как мы хотим. Причем удобно. Да, он есть и он будет у нас. И считаем это подсказкой. Да, ну, подсказки, знаете, подсказка зала тоже не всегда удачная. Нет, я имею в виду из мифов. Да, поэтому детям читаем мифы Греции и пытаемся, так сказать, на примерах, так сказать, таким образом. Хорошо. У нас совсем немного времени. Мне очень понравился такой момент, если можно коротко, то миф о том, что весна пришла. Вот сейчас как раз весна пришла. Мы как раз наслаждаемся первыми весенними днями. Вот, пожалуйста, миф о том, что весна пришла. Ну, во-первых, фраза... Я надеюсь, вы не будете... Нет, я очень быстро. Фраза весна пришла, слово пришла, это уже из мифа. Потому что весна, конечно, никуда она не ходит. Поэтому, когда весна пришла, это называет какой-то определенный миф. Но в нашем сознании мы автоматически считаем, что четыре сезона, одна из которых весна, которая между зимой и летом. Но скажу по секрету, у египтян было менее весело, у них было всего три сезона. Как из трех сезонов поставить один четвертый весной, это уже сложнее, чем у нас, например. Но именно потому, что наши предки считали, что весна идет, вот идет, то они что делали? Они ее, конечно, помогали ей. Они ее призывали, они ее звали. И это их желание ее позвать рождалось из мифа, что она идет, что ей что-то мешает. Или, наконец-то, там это, наоборот, ее там зима ей помогает. Иди уже, весна, иди. Говорит, у меня уже мороз кончился. Говорит, иди. Иди, большинство тебя ждут. Я тебя вздремезги, я тебя не пускаю. Или, наоборот, заковала, ну это же прямом смысле слова. Мы говорим в прямом смысле слова. Ну да, заковала льдами зима. Но она ж ничего не заковала, конечно. Это то очеловечивание, которое... Вот миф, он очень человеческий, конечно, да. И человек без мифа никуда, но и миф без человека, без своей основы, без своего создателя, конечно. То, что человечество создает мир, а потом миф уже создает в нас человеческое. И в зависимости от наших мифов, Зависит от того, какие мы люди, как мы объясняем, кто мы, что мы и зачем мы. Ну вот замечательная практически точка. Наташа, обращайтесь к телезрителю, ваши 10-15 секунд. Дорогие наши слушатели, мы будем рады видеть вас среди слушателей курса «Аналитика мифа», который у нас читается по вторникам в вечернее время с 19 до 21 часа по адресу Екатерининская, 77. Но если вы позволите, я сделаю еще один анонс. 15 числа в пятницу у нас стартует еще один интереснейший курс, который называется «Философия античности» или «Античная философия». Его читает кандидат философских наук, доцент кафедры философии, методологии и познания Константин Вильгельмович Райхерт. И этот курс у нас будет проходить каждую пятницу с 16 до 18 часов. Должна заметить, что оба курса читаются на платной основе, но у нас действует очень гибкая система скидок. Так что присоединяйтесь к нам, и мы, естественно, будем очень рады встрече. То есть, опять-таки, тоже Екатерининская, 77. Запомните этот адрес, и кто какую-то информацию пропустил, там, я думаю, что можно, в общем-то, этой информацией узнать все поподробнее. Ну и заканчивая программу о мифах, я должна все-таки вызвать какую-то, наверное, улыбку, а то мы очень серьезно все проговорили. Знаете, у Ежелеца есть такая фраза замечательная. «Создавайте о себе мифы». Боги тоже с этого начинали. Всего доброго. Спасибо, что были с нами. Субтитры создавал DimaTorzok